С которым один из заключенных, Рязанский, вернулся из воргутинских лагерей. Во многих семьях в Рязани до сих пор хранялись в сараях, вот такие вот чемоданы, это такой явный признак того, что в семье кто-то прошел вулаг. Я коротенько расскажу несколько историй о лжирах вот этих женщин, наших Рязанск. Вот у меня, это есть редкая фотография, это Егорова Мария Михайловна, 1899 года рождения, она родилась в городе Рогенбурге, Рязанской губернии, была выпускницей Московской горной академии, инженером-металлургом и работала экономистом в Воронежском заводе имени Сталина, была женой председателя областного профсоюзного совета Александра Магазинера. Сначала репрессировали, расстреляли его и ее арестовали вот как члена семьи, изменника Родины. Такая была эта формулировка. 5 августа 1938 года она была осуждена на 8 лет и отправлена в Алжир. Почему я говорю редкая? Потому что, вы знаете, после этих Алжир почти не осталось их личных фотографий. При обысках все изымали, а потом, так сказать, и растерялось из личных дел. А вот Мария Михайловна, находясь в Алжире, она не просто, как традиционно, пишала жалобу про себя, что я невиновна, прошу меня освободить, пересмотреть мое дело. Она написала члену столетского руководства, беззвестному Андрею Жданову, письмо, где подробнейшим образом с фамилиями описала страдания женщин, с которыми ей пришлось находиться в тюрьме с женами, вот так называемых членов-изменников Родины, просто леденящую, знаете, душу подробностей. Но мы сейчас занимаемся ее историей и обязательно опубликуем эти документы, эти подробности. Но ее они привели к новому возбуждению уголовного дела уже в Алжире, закон о традиционной агитации, который посчитали ее письмо, и вот эту правду о страданиях женщин в опытках, в издевательствах, изнасилованиях во время следствия в НГВД, и ее отправили в коми АССР, где через несколько дней расстреляли.